Добрый день дорогие друзья! Добро пожаловать в солнечный и еще где-то даже может быть летний немножечко Краснодар. Да, уже поздняя осень, но вот по такой картинке ощущение, что еще заканчиваются летние деньки и продолжается Мелбет Первой Лиги этого сезона. Алексей Щеткин номер 99. Девятый. Ваш комментатор Павел Ботов. Поехали. Чуть не провел, хотя играл в премьер-лиге. За рот или там забил дважды. Удар дальний поворотом. Стрелка спокойно мяч забирает. Передача. Вот это опасно. Ложный замах. Слева удар поворотом. Не сильный, не опасный, но и что самое важное не точно. Но атака хороша. Атака получилась более чем красивой. Началось опять же с классного финта Янгуткова. Дальний удар поворотом. Вот это опасно уже. Вот это уже что-то хотя бы. 47 минута. Первый по-настоящему опасный удар, на мой взгляд. Неплохой удар. Ой, а здесь-то как? А как же здесь не попал вообще толком по мячу? Максим Шоркин. Ну, в повторе посмотрим. Он совсем один был почему-то на позиции пользы Кубани. Скидка. Кто будет бить? Вот удар поворотом. Ну, тоже неплохо. Тоже хорошо. Пускай чуть выше. Но это, опять же, еще один удар. Очень большими силами Кубань убежала в штрафную. Барсов! Слишком сильно мяч отпустил Максим и пытался, наверное, перепрыгать. Перебросить, точнее, другие боготипы. Но там в основном за вторую команду. Хороший удар и угловой. Разрывчик у Кубани в центре поля. Нарушение правил. Желтая карточка. Включает ее. И вторая желтая Сидоров. Это он. У него уже была. И Сидоров сейчас удаляет. Соперник располагается. Это что касается и одной, и другой команды. Еще один навес. А вот это уже здорово! А вот это уже было неплохо. Максим Ширяев мог вывести свою команду вперед. Но из убойной позиции промазал. Ну, вот момент, безусловно, для нефтехимика. Сейчас снова в команде. Вновь. Подача от Котова как раз-таки. Удар. Поворотом. 1-0 в пользу нефтехимика. Филипп Дворецков выводит свою команду вперед на 76-й минуте. Не сказать, что задавили футболисты Нижнекамска. Но вот так вот в простой манере достали мяч в штрафную. Подобрали. И Дворецков вогнал мяч под прикладину. 1-0 в пользу Нижнекамской команды. Как-то простовато получилось все. Помогает от газона. Школик. Барсов. Одно касание. Здорово! Еще момент! Ну, как же так? Как же высоко сейчас проходит передача на Барсова. Барсов будет ли обострять? Обостряет Барсов! И как же ему не везет, а? Сегодня. Вот сейчас вроде бы все правильно сделал. Но Нестеренко. Браво! Только в обратном порядке. Еще один момент. У нефтехимика. Падение. Рикошет. И будет угловой. Продрался здесь Давид Хубаев. Да, Кубань. Но пока не везет. Котов. Подача. Рикошет. Еще момент у Барсова. Вы знаете, что-то похожее я наблюдал в недавнем матче в Нижнекамске. Только там играл не нефтехимик, там играл КамАЗ. Вынужденно свой матч проводил против Тульского Арсенала. Вот Рыбин. Нет. А Рыбин уже вернуть мяч в штрафту не сумеет. Арбитр и так 40 секунд еще добавил компенсированного времени. И дальше времени уже, естественно, добавить еще не мог.